всем доброго времени суток у нас сейчас конец июня месяца значит свела балка было жарко балка мало выделяла и решили снять видео по породам пчел существует мнение люди спрашивают какая порода лучше значит на мой взгляд лучше та пчела которая селекционирована значит последний месяц у нас и шел полностью безвзяточный период как вы знаете по украине многие пчеловоды сейчас кормят акация у нас не цвела ничего не выделила потом пошла жара балка тоже практически ничего не дала и я хочу показать семьи которые мы наблюдаем значит карники и бакфаста семьи что в них делается то есть показать материал который мы тестируем данная семья это у нас карника фернер значит сегодня будем проходить и сравнивать семьи карнику и бакфаста буду показывать какое у них гнездо и что у них делается в магазинах скажу так в основном на пасеке магазины практически везде пустые так как приноса не было у них пусто пчела как вы понимаете в момент когда нету никакого взятка более-менее агрессивно то есть на агрессивность то есть вот по этой семейке это 12 рамочный додан серый подойди ближе вот как видим третья рамка слегка 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 принесли меда такая ситуация у нас практически во всех семьях на пасеке но речь пойдет о том что кроме разницы в гнезде есть еще такое понятие как мало сахаристая меда некоторые пчелы на них реагируют некоторые нет если мы возьмем четвертую рамку по этой семье уже да мы здесь видим такой красноватый мед это разнотраве вот практически полная рамка то есть когда основная масса семей у нас сейчас сидит без меда эти приносят то есть на это сказывается сила семьи и плюс селекционная работа которая проведена то есть вот возьмем еще среднюю с магазина тоже серый с ними ближе если видно не полностью но рамка подлита разнотравим для сравнения если получится сегодня сниму у нас здесь в поле есть обычная местная пчела посмотрим что у нее так значит вот раз два три третью с краю смотрим то есть по 12 рамочному додану я знаю что тем более в безвзяточный период они ну никак его залить не могут здесь может быть только пол магазина ну третья тоже немножко мёда присутствует рамочку с ними ближе чтобы было видно то есть вот третье если видно красный разнотраве немного напрыска есть сейчас посмотрим гнездо у этой семьи будем сравнивать как у нас дела идут у карники разных видов и у бакфаста значит еще раз говорю это карника пернер ее привозил с польши мы ее в этом году тестируем значит вот как по этой семейке получается что у нас раз два три 4 5 6 7 7 рамок слегка подлитых медом сейчас посмотрим что у него здесь ну магазин так немного веса есть но еще слабовато так гнездо знаю по этой семейке мы ее немножко прохлабляли забирали расплод по краям у нас стоит здесь ващина значит чем характерно у карники отличается гнездо от бакфаста карника края пытается заливать медом вот 12 рамочный додан первая рамочка они ее оттянули и бьют пыльцой практически пускай даже 10 рамочный крайние рамки 1 2 всегда у карники будет это мед и пыльца значит первая рамка у нас по логике медовая но полностью без взяточный период значит первая рамочка тоже перга видите мед подняли вверх взятка абсолютно никакого рамка перговая дальше пошли третья рамка третья рамка тоже перга видите абсолютно сухая то есть они подняли мед в магазин уже идет третья рамка и третья рамка тоже перговая четвертая рамка у нас тоже вот следы расплода есть и перга то есть возможно гнездо сместилось в ту сторону сейчас будем смотреть дальше это конечно занимает очень много времени на видео но хочется полноценно оценить ситуацию так пятая рамка пятая рамка как видно вышедший расплод и засел здесь уже начинается вот в дадане с пятой рамки у нас только началось гнездо обычно предыдущие года у пчел первые 2-3 рамки это мед так как вот без взяточный полностью вот смотрим что такие года делается у пчел видели больше половины магазина с медом они все выдавили и оставили там пергу вот рамочка тоже здесь у нас печатный расплод так значит первая вторая с печатным будем сегодня снимать на разных точках и разные породы будем смотреть как они себя в такой вот чувствует вот тоже расплод вышел и матка засеял как видим расплода совершенно немного тоже засел это шестая рамочка так пошли дальше седьмая рамочка вот лощинка ставили вижу свежая тоже расплод немножко дырявый но это можно понять так как приноса нету гнездо большое им нечем здесь заливать так это у нас такая получилась я уже сбился пятая расплода шестая ну тоже расплод на шестой рамки печатный седьмая рамка червяк засел то есть здесь расплод вышел и засели по новой вот как видите как я говорил гнездо сместилось я уже увидел а агрессивная взятка нет восьмая рамка тоже расплод расплод выходит то есть в данной семье что у нас получилось так как у нас получилось здесь 4-5 рамок перги семья просто переместила гнездо в эту сторону следующую семейку как я и обещал многие спрашивали почему не показал buckfast f2 f3 значит вот это вот у нас семейка это даже по моему уже buckfast f3 вот случается так что не успеваем менять где-то придавили маточку и выходит второе третье поколение пару раз придавили покажу какая ситуация у них значит еще раз скажу у нас сейчас конец июня месяца на весах идет стабильно минус минус 300 грамм минус полкила иногда ноль тоже посмотрим обещал значит в этом видео хочу выложить чем характеризуется buckfast f2 f3 он характеризуется тем что он большей силы еще больше чем f1 но он уже более склонен к роению на агрессивность сейчас внимание можно не обращать сейчас идет безвзяточный она по любому будет вообще они довольно таки спокойные вот смотрим сразу третью рамочку ну как я и думал абсолютно пустая никакого приноса нету так четвертое пятое в магазине вот уже на четвертой я вижу немножечко набрызг если уже с ними ближе вот четвертая рамочка немного уже медика принесли это при том при всем что я знаю что мы полностью забирали с них мед ну то есть практически пустые магазины были там акация зацвела она ничего не выделяла потом балка то есть пчелы у нас сидят сейчас абсолютно голодные плюс наверное мы ее еще прослабили на отводке ну вот здесь вот как видите темная рамка попалась и матка пошла в магазин сеять был засел так что с этой стороны у нас сейчас посмотрим что с этой то есть если мы только что у карники смотрели у них там сколько было 2 и 2 4 рамочек 8 слабомедовых это карника пернер была то вот это вот баклаз второе поколение F2 F3 здесь матка пошла сеять в магазин весь магазин засеян то есть сеет матка хорошо меда у них нет сейчас посмотрим что у нее делается в гнезде немножко глянем F2 гнездо что у нее делается в гнезде я вижу расплод мы от нее забирали так как ранее уже стоит ващинка в этом году догнали все семьи до полных корпусов потом прослабляли забирали по 2 по 3 рамки расплода в зависимости от силы и потом взяток оборвался вот как видите ващину потянули она абсолютно пустая сейчас переедем на второй тычок там ситуация будет немножко получше там цветет в балке ваточник сирийский пчела сейчас немножко что-то не несет так третья рамочка напрыск тоже пусто но видимо из-за того или сместили гнездо или из-за того что матка пошла в магазин да пчелы конечно в этом году голодные как никогда четвертое тоже слегка напрыск и ничего видимо пчела умнее нас как и в карнике они я вижу сместили гнездо потому что вот на пятой рамке уже идет расплод ну вот пятая рамка уже пошел расплод засеянная полностью и расплод выходит на агрессию сейчас в данный момент можно абсолютно не обращать внимание так как идет безвзяточный период ну бывалые пчеловоды меня поймут когда резко обрываются взятки ничего нету пчела становится более агрессивной так шестая рамочка расход тоже причем как видите расходник такой дырявый ну потому что рамка абсолютно по краям сухая а серый подойди ближе с ними абсолютно в рамке ничего нет то есть в этом году многие пчеловоды кормят вот представьте какая цена будет на мед майского меда взяли в три раза меньше чем те года акации нету нигде мне люди звонят со всей Украины акации нету балка практически тоже нигде ничего не дала то есть а сейчас меда нигде нету с подсолнухом так как видите семьи прослабли тоже у многих будет пролет ну вот шестая рамка пошел расплод вот такой вот расплодик у нас идет у баквост F2 то есть практически как и у F1 все так же само вот серый с ними ближе пчела желтая расплод идет нормальный ну единственное что я говорю вариант роения здесь возможен ну а если вариант роения возможен то какая разница тогда между баквостами и местной пчелой так вот вощинка так значит там был сколько у нас было там 4 было свободных так значит раз два три расхода было 4 5 я вижу я все листать не буду 6 вощина по моему тоже должен быть расплод да вощина он полностью шестая рамка полностью в расплоде в вощине 6 рамок там вижу тоже 7 то есть ситуация одинаковая в 12 рамочном получается в безвзяточный период гнезда много и они просто все сместились под одну сторону сейчас на другой пасеке глянем в 10 рамочных что там делается то есть получается много матки уменьшили засел и сместились под другой тоже вот видите вышел расплод идет пергой так и на крайний крайняя тоже с расплодом что самое интересное вот и поймите вы этих пчел вот смотрим сейчас крайнюю рамочку чтоб я не был голословным да голодные конечно крайняя рамочка тоже легкая легкая пустая и вот как видите кстати я тоже такой не встречал деревянный улик на крайней рамочке расплод перга и расплод то есть сместили тоже полностью все гнездо в одну сторону 4 рамки пустых а дальше все рамы с расплодом то есть получается примерно 8 рамок с расплодом ну разным полностью меньше засеянные то есть если сейчас сравнить допустим карнику пернер и бакпост F3 поколение это уже я знаю то получается что по расплоду практически одинаково а по меду конечно у карники у нас получилось 8 магазинных рамок более-менее подлитых а здесь абсолютно пусто сейчас поедем на второй точек смотреть что там это одинаково но как бы Субтитры подогнал «Симон»